Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Дональд Кортер, я американский и русский журналист. Я только несколько дней назад выпустил документальный фильм, на котором я работал с Джеффом Монсоном про Донбасс. Мы там снимали интервью очень много с людьми, которые жили у линии конфронтации до спецоперации, когда на протяжении предыдущих 8 лет до спецоперации и спросили их, как жизнь там была, как украинские войска постоянно обстрелывали их и так далее. Поэтому это уже получило несколько тысяч просмотров. Многие на Западе очень сильно интересуются этой темой, потому что такой информации вообще в западных СМИ прямо сейчас нет. Они ничего не показывают про мирных людей в Донбассе, которые очень долго страдали из-за украинских войск. И мне очень приятно сказать, что сегодня у меня Олег Акимов, он мой личный друг и глава Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики. Поэтому он хотел немножко рассказывать про свое впечатление и мысли по поводу этого документального фильма. Так что, Олег, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые друзья, вы знаете, я бы хотел, как первый председатель Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики, как депутат трех созывов Народного Совета ЛНР и сейчас в качестве председателя правления Союза землячей с Луганщиной выразить огромные слова благодарности, Дональд, прежде всего тебе, Джеффу Монсону. Вы сделали уникальный проект, который дает ответ на те вопросы, на которые люди ищут ответа, но благодаря вот этому документальному фильму они могут получить ответ на свои вопросы. Что это за вопросы? Почему Донбасс был вынужден взять в руки оружие и встаивать свою правду? Вы, на мой взгляд, профессионально и объективно, это очень важно, ваш документальный фильм, он объективный, потому что вы общались с очевидцами всех этих событий, дает возможность понять зрителю, почему жители Донбасса, жители Донбасса, весь русскоязычный регион, он не принял ту украинскую неофашистскую идеологию, которую, начиная с 2004 года, начал проповедовать Ющенко, потом, когда Петр Порошенко, когда стал президентом Украины, когда он говорил о том, что все жители Донбасса вместе с детьми будут сидеть в подвалах. И вот вы это все раскрыли. Вы показали то, что, к сожалению, очень многие международные правозащитные организации, когда приезжали на Донбасс и в Луганск, и в Донецк, они старались закрывать на это глаза, они просто молчали, они боялись показать миру правду. То, что именно киевские войска систематически, почти каждый день, они обстреливали мирные города, села, поселки Донбасса, и Луганска, и Донецка, гибли мирные люди, гибли дети. И вот все эти 8 лет, когда Донбасс жил в состоянии войны, на самом деле это действительно страшно, мы-то все через это прошли. Я в 2014 году был в Луганске, я никуда не уезжал. Мы выходили на улицы, да, с русскими флагами, когда был референдум по провозглашению Луганской Нурной Республики, и я, и вся моя семья, мы тоже принимали в нем участие, потому что мы не хотели жить в фашистской Украине. Мы не хотели, чтобы запрещали нам говорить на родном русском языке. И вот когда Донбасс свое слово сказал, мы даже предположить не могли, что киевский режим даст команду украинской армии начать обстреливать мирные города и села Донбасса и просто убивать граждан Украины. У нас на тот момент, это уже чуть позже, появились паспорта граждан ЛНР, на тот момент у нас у всех были только лечебные паспорта Украины. И, к сожалению, миссия ОБСЕ и многие другие международные миссии, которые приезжали на Донбасс, вот все они как-то умалчивали в своих отчетах о реальном положении дел. Поэтому я благодарен тебе и Джеффу за эту идею. Вы на самом деле сделали «Титанический труд». Это уникальный документальный фильм. Я бы даже сказал, это такая, знаете, вот это настоящая информационная бомба. Это оружие правды. Я убежден, что все наши телезрители, которые будут видеть этот фильм, и хотелось бы тоже попросить всех, кто будет его смотреть, пожалуйста, делайте перепосты. Я когда посмотрел этот фильм вместе со своей семьей, мы, конечно, еще раз вспомнили те моменты, которые пережили. Иногда, конечно, их не хочется вспоминать, потому что война – это всегда страшно. Романтики особо там нет никакой. Это действительно страшно, это жутко, когда погибают знакомые, когда гибнут дети. Это действительно страшно. Но очень важно и знаково, чтобы о том, что пережил Донбасс и как вы стали люди, узнало как можно больше людей во всем мире. Поэтому я приглашаю всех зрителей посмотреть фильм Дональда о том, как жил Донбасс, как Донбасс выставил и в конечном итоге осуществил ту мечту. Донбасс сегодня – это Россия. Донбасс вернулся в родную гавань, как это сделал Крым на референдуме. Для этого, конечно же, потребовалось долгих 8 лет, но эта мечта осуществилась. И еще раз хочется всем, конечно же, пожелать мирного неба, здоровьем, чтобы рядом с каждым всегда был ангел-хранитель, чтобы на земле не было войны. И за нашу победу, за победу правды и за победу великого русского мира, которую мы видим на примере Донбасса. Донбасс победил, это очевидно. И, вы знаете, вот я думаю, что впереди у нас еще много больших политических побед, потому что Запорожская область, Хессонская область, которые сейчас стали тоже частью России, стали субъектами, это тоже исторические русские земли. И вот, по сути, сейчас идет восстановление исторических земель России. И то, что люди хотят снова вернуться домой, снова стать частью великого русского мира, это тоже сегодня факт. Вам еще раз спасибо. И еще раз приглашаем всех посмотреть этот документальный фильм и прикоснуться к правде, к той правде, которую пережили все жители Донбасса. Спасибо. Я тоже хочу сказать спасибо за очень приятные слова по поводу нашего документального фильма. Я хочу тоже сказать спасибо за поддержку Федерации профсоюзов. Когда мы снимали этот фильм, вы нам очень сильно помогли достичь правду, потому что это была наша главная цель. И хочу сказать, что мы продолжим это делать в будущее. И, как вы сказали, мы уже победили, и мы еще раз в будущее будем победить. Наша сила в единстве. Да, спасибо, Олег. Спасибо.